Я приветствую вас в Азулина и Богословенная Церковь Иисуса Христа. Сегодня воскресенье в нашей Церкви снова богослужения. Мы приглашаем всех. Давайте с нами. Все присоединяемся к молитве. Дорогой Небесный Отец, спасибо Тебе за день сегодняшнего воскресного чудеса. Спасибо Тебе за то, что Ты даёшь дождь, за то, что Ты даёшь солнце, за то, что Ты даёшь ветер, за то, что Ты даёшь и штиль, и все чудеса природы. Спасибо Тебе, Господь, за любую погоду в нашей жизни. Я славлю и благодарю Тебя. За Сына Твоего, Иисуса Христа, Который умер за наши грехи. Это была страшная смерть на кресте. Это было наказание наше. Ты понёс все наши немощи, понёс все наши болезни. И мы думали, что Ты был наказуем и чужим Богом. Но Ты взял на себя все наши немощи и понёс наши болезни. Наказание мира нашего было на Тебе, и ранами Твоими мы исцелились. И Ты сказал нам, ешьте мое плоти, пейте мое кровь и будьте младше свечным. Ты, агнец Божий, заклонный за нас от создания, от начала создания Твоего мира. Мы благодарим Тебя за эту жертву, за эту великую святыню Божью. И сегодня прими наши поклонения, прими наши сердца, наши души, наши тела. Мы нуждаемся в Тебе. Ты нужен нам, Господь. Ты наша жизнь, Ты наша любовь, Ты наши сокровища. Ты всё, что нам нужно, и в Тебе есть всё необходимое для нас, Господь. Ты наше убежище, наша защита, наш покров. Слава, алиби, тебе, Господь. Ты наша вода, Ты наши петли, Ты наша песня, Господь. Аллилуйя, Ты наше наслаждение, наше удовольствие, наше удовлетворение. Спасибо Тебе, Иисус. Ты мир Божий, который превыше всякого ума. Пусть Он соблюдет сердца наши, помышления нашего Христа Иисуса сегодня. Аллилуйя. Пусть уйдут все тревоги, пусть уйдут все беспокойства во имя Иисуса. Пусть уйдут все страхи во имя Иисуса. Пусть уйдет боль имени Иисуса в Христа и крови Иисуса. Мы провозглашаем сегодня Твою победу. Твою победу на кресте, Господь. Твоя кровь, она победила. Она побеждает этот мир. Мы призываем кровь Иисуса Христа на всякого, кто будет смотреть в это богослужение. Мы призываем кровь Иисуса Христа на это место. Мы приглашаем. Мы призываем имя Иисуса Христа на это место во имя Иисуса. Мы призываем имя Иисуса Христа на всякого, кто будет смотреть в это богослужение во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы призываем кровь Иисуса Христа. Мы призываем победу Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя за Духа Святого, за эту силу Божию, которую Ты нам даёшь. Аллилуйя за это время, Господь, которое Ты нам даёшь. Для того, чтобы мы поклонились Тебе. Для того, чтобы мы напитались Тобой. Для того, чтобы мы погрузились в Тебя. Потому что это необходимо для нашей жизни. Аллилуйя, спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь, за Твою милость. Что Ты разбираешь к нам скепитер милости. И этот скепитер милости есть Иисус Христос, Сын Божий. Аллилуйя, спасибо Тебе за вечную жизнь, за наше спасение. Спасибо Тебе за надежду благого благодати. Мы это всё принимаем. Аллилуйя, слава Тебе, Господь. И что наши имена записаны в мире жизни. У Аганца Божьего. Спасибо Тебе, Иисус, за Твою милость. Спасибо Тебе, что Ты облёк нас в одежде праведности. И спасибо Тебе, что Ты сделал нас святыми. Что Ты поселился внутри нас. Мы царь и священники Богу нашему. И мы видим царство на земле. Аллилуйя, слава Тебе, Господь. И Ты, Царство, через нас, Своими Иисуса. Ты действуешь через нас сегодня. Ты говоришь через меня, через нас сегодня. Господь во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Дух Святой. Аллилуйя, аллилуйя. Мы любим Тебя. Мы благодарим Тебя. Мы славим Тебя, превозносим Тебя, поклоняемся Тебе и все, что нам нужно, Иисус. Ты прекрасен, Господь. Спасибо Тебе за то, что Ты не отвернулся от нас. Что Ты никогда не покинешь и не оставишь нас Своим, Иисуса Христа. Мы заключили с тобой в Новый Завет, на крови Иисуса Христа, Сына Божьего. На крови, Сына Человеческого. Аллилуйя, спасибо Тебе, Господь, Иисус. Спасибо Тебе, Отец Небесный. Спасибо Тебе, Бог, что Ты пришел воплотил этот мир, стал человеком и спас нас. А не сделался подобным нам, делался рабом, уничижил себя. Аллилуйя, спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе. Аллилуйя. Чтобы мы, обогатившись Твоей нищетою, обогатились Твоей нищетою, Господь. Благодарю Тебя, Господь. Чтобы мы стали владыками и царями, Ты стал рабом, Господь. Спасибо Тебе, Иисус, за эту заместительную жертву. За Твою месть. Спасибо Тебе, что Ты поднимаешь нас. Аллилуйя. Спасибо Тебе, что Ты вдохновляешь нас, что Ты ведешь нас, покрываешь нас, пронишь нас, несешь нас на руках своих. Аллилуйя. Что Ты утешаешь нас Духом Пронесетым. Спасибо Тебе, Господь Иисус. Аллилуйя. Пусть все болезни уйдут, пусть все сомнения уйдут, растворятся как туман имени Иисуса, крови Иисуса. Пусть все бесы уходят имени Иисуса Христа, разрушая все коварные замыслы дьявола и сатаны имени Иисуса Христа. Я обнажаю всякую ложь дьявола и сатаны сегодня имени Иисуса. Погружай нас, Господь, в Слово Твое сегодня. Погружай нас, Господь, в Истину Твое сегодня, чтобы мы, напитавшись Твоей истинной, освободились от всякого рабства сатаны, от его цепей, от его оков и от его лжей. И пусть наш разум будет ясным, пусть будет здравый смысл, ясный о том у каждого человека, который прикасается к Тебе, Иисусу. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Аминь. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Господь. Вы видите, это все? «Ядущий Твое плотик, и ущит Твоя кровь, Иисус, имеет жизнь вечную. Кто не будет есть Бога Сына Человеческого Петра, кроме того, кто не будет у них в себе жизни. Аминь. Слава Тебе, Иисус. Давайте сами встаем. Клонимся нашему Иисусу. Клонимся нашему Иисусу. Клонимся нашему Иисусу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 нас, она нас омывает, она нас освобождает от всякой скверны, от всех злых дел, от всякого злого дела, да. Избавит меня Господь, как молился апостол Павел, говорит, избавит меня Господь от всякого злого дела, и сохранит меня своего небесного царства. И сегодня мы молимся о том, чтобы доброе дело, да, было не вынуждено, а добровольно, то есть чтобы мы добровольно это делали, да, погружались в Его Слово добровольно, и чтобы наша воля соответствовала воле Божией, вот, Бог желает, чтобы мы Его Слово финали, чтобы мы над Его Словом размышляли, и что-то, и Слово, оно начнет действовать через нас, понимаете. Вот, и таким образом расширяется Царство Божие, таким образом там происходит в нашем характере перемены, в нашей жизни перемены, когда мы именно слушаем Слово Божие и погружаемся в это Слово Божие. Почему так? Почему не своими делами, да, ты спасаешься, а именно делами веры, вот, это дела веры называются, чтобы вы веровали в того, кого Бог послал. Вот, а как веровать в того, кого Бог послал? Через слышание Слова Божьего, потому что вера, она приходит от слышания Слова Божьего. Вот, а слышание от Слова Божьего, да. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. То есть, если ты не глухой, это значит, потому что Слово Божье постаралось, чтобы ты не был глухим. Вот, только поэтому, а не потому что ты не глухой. Вот, ты не глухой, потому что Слово Божье постаралось, чтобы ты не был глухим. потому что слово Божие делает тебя неглухим. Поэтому, когда мы погружаемся в это Слово Божие, нам просто нужно добровольно сдаться Богу, чтобы служить Слово Божие, чтобы погружаться в это Слово Божие, чтобы отождествлять это Слово Божие лично с собой, чтобы это Слово Божие наруствовалось в нашем сердце, в нашем Духе, в нашей Душе, в нашем теле, в нашем разуме, в нашем сердце, чтобы оно стало плотью в нашей жизни. Потому что апостол Павел говорил, что когда я хочу делать доброе, мне уходит боль, потому что живущий во мне грех это делает. Но так как Иисус сейчас уничтожил этот грех, то сейчас, когда ты делаешь доброе, это значит Слово Божие действует через тебя. Это значит Иисус действует через тебя. То есть Иисус заменил место греху. То есть раньше ты был рабом греха. Сейчас ты раб Христа. И теперь, так как ты раб Христа, и ты движимый Богом самим, то теперь уже, когда ты что-то делаешь, то это делаешь не ты, это делаешь Слово Божие. Аминь. И даже если ты не хочешь делать то, что хочет делать Слово Божие, то всё равно Слово Божие делает то, что оно делает через тебя. Понимаете? Когда мы жили без Христа, то вот апостол Павел говорит, когда человек грешен, когда он в грехах, он говорил, что доброго, которого хочу, не делаю, а зло, которого не хочу, делаю, потому что не я это делаю, не живущий во мне грех. Понимаете? Но сейчас грех там в нас не живёт, потому что он уничтожен. Сейчас живёт в нас Господь Иисус. И значит, сейчас Господь Иисус делает. Не я делаю. И уже не я живу, но живёт во мне Христос. А что ныне живу воплоти, то живу в веру в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Это не я делаю добрые дела, понимаете? Не я делаю, чтобы никто не хвалился, никто из нас не спасает своими делами. Вот. А только вера того, кого Бог послал. И Бог, Он поселился внутри нас. Раньше в нас жил грех, а сейчас в нас живёт Христос. Раньше мы были рабами греха, а сейчас мы рабы Иисуса Христа. И пусть Иисус Христос живёт в нас, действует через нас. Это новый завет. Иисус сказал, да, Бог сказал, да, вселюсь в них, буду ходить в них, буду их Богом, и они будут моим народом. Аминь. Вот. Это время, это сейчас, это уже исполнилось, и мы, это Слово Божие, оно будет действовать через нас. Поэтому слушайте Слово Божие, слушайте внимательно, ибо вера от слышания, от слышания, от Слова Божия. Аминь. И слава Иисусу, да, что это наше доброе дело, оно добровольно. Вот. Но если взять в контексте, да, и поразмышлять над этим словом, то здесь говорится о неком брате, да, которого апостол Павел, в котором Филимон, видать, не был в хороших с ним отношениях, да, поэтому звали Аниси. Ну вот просто Павел попросил Филимона, вот, пожалуйста, прими его, прими этого брата, да. Навсегда. То есть этот Аниси брат, он был разлучен, да, разлучен, вот, с Филимоном. И апостол Павел просит Филимона, уже не как Арбана, как брата, и по плоти его остына. Вот. Если он что, должен тебе, то считает она мне. То есть он, вот это так, попросил об этом добром деле. Вот. Об этом добром деле Филимон. Делай доброе дело, вот, и прими этого брата. Прими этого брата. Вот. Аминь. Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в вузах моих. То есть в тюрьме, да, в тюрьме. То есть он считал Анисима своим сыном, апостол Павел, потому что Анисим был рожден свыше, через проповедь апостола Павла. То есть если через твой проповедь кто-то уверен в Иисуса Христа, считай, что это твои дети. Твои дети духовные, да. И он пишет. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. И я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил в моем вузах и благовествовании. Но без твоего согласия ничего не хотел делать, чтобы доброе дело было не вынуждено, а добровольно. Аминь. Так вот, иногда вы что-то попросите сделать доброе дело. И очень важно нам, чтобы это доброе дело было добровольно. Что касается жертвы, лучше, чтобы это было не вынуждено, а добровольно. Потому что Бог радуется, когда мы добровольно служим Богу, когда мы добровольно жертвуем. когда мы делаем все не из-под палки, не насильно, не вынуждено, а именно добровольно. Добровольно. Потому что мы сами это получаем удовольствие. Когда ты делаешь добровольно, конечно, ты ощущаешь себя не рабом, а сеструю или братом, или сыном, сыном Божьим, или дочерью Божьим, а не рабыней. Потому что рабы, они просто выполняют приказания, и что бы там господин их не сказал, они должны беспрекословно это выполнять, независимо от того, нравится им это или не нравится, правильно это или неправильно, хорошо это или плохо. Они должны просто беспрекословно подчиняться. понимаете, рабы, они так должны. И как в армии, тоже вот, если командир дал приказание, то рядовые, значит, вот, смотря какую рамку по службе, они должны подчиняться военачальниям, понимаете, и приказы не обсуждаются. Но Иисус, конечно, он, хотя мы и должны, как в армии Христа, подчиняться Христу, да, и делать то, что он приказывает или то, что он нас просит, но он хочет, чтобы мы делали это добровольно. И Бог не попросит нас сделать что-то плохое, и Бог не попросит нас сделать что-то ужасное, да, что он не попросит нас сделать какое-то зло, да, вот. Как этому бы попросить делать или приказать кто-то там из твоих начальников, кто стоит, да, над тобою, например, из нечестивых начальников, например, или нечестивый там судья, или господин, кто бы он там ни был, вот, просто приказал тебе, вот. вот, магазин, да, вот, ты верующий человек, тебе бы просто, вот, ты обязан, вот, так вот, ты упрорился в магазин, да, спиртных напитков, вот, ну, ты категорически, короче, у тебя негативное отношение к спиртному, но вот хозяин тебе, значит, заставляет, значит, продавать эти спиртные напитки, да, вот, просто ты уходишь и так сводить и всё, чтобы не исполнять его, не исполнять, чтобы не выполнять себе эту работу, которая тебе не нравится, вот. Мы хотим делать то, что угодно Христу. Ясно, что Христу не угодно, чтобы ты граммовал в крестном напитке. Ясно, что водка, она, секира, она разрушает человека. И секира, она не развивает нас, не развивает личность. То есть через это, просто через употребление спиртных напитков ты просто деградируешь. рано или поздно ты граммовал и Иисус, Он не судит, да, Иисус, Он не судит таких людей, Он их хочет освободить. Дело в том, что Библия говорит о том, что дайте секеру огорченному душу, огорченному душу. Вот Он выпитый, может, он полегчает. Но так как мы с вами перешли из царства Тимы, царства возведенного Сына Божьего, то наша судьба это радоваться. Поэтому вы знаете, что верующие, если мы верующие выступят Христа, мы резко негативное отношение к алкоголю. Прикновенно пиктам. Потому что им это уже не надо. Мы и так радуемся. Мы и так имеем смелость сказать то, что мы можем то, что в нашем сердце. Нам не нужно выпить, чтобы иметь смелость подойти к кому-то и что-то сказать. Как это было раньше, когда мы узнали Христа. Потому что Дух Христа это не дух боязни. Потому что Дух Христа это не дух боязни. Это дух силы любви и силамудрия. Поэтому тебе не нужно напиться, чтобы быть смертным. Нам христианам нужно напиться Святого Духа. Когда мы напиваемся Святого Духа, мы идем с вами и нам не страшно. Нам не страшно, нам ничего не страшно. Мы верующие. Потому что страх это противоположность веры. Там где страх, там нет веры. Там где вера, там нет страха. Там где страх, там нет веры. А мы с вами верующие верующие Весуга Христа имеют жить вечно. Даже если ты можешь сказать я верующий Весуга Христа но ты живешь в страхе, то нужно взять ответственность на себя для того, чтобы у тебя была вера. Можно наполняться этим духом, нужно общаться больше с Богом, нужно слушать Слово Божье. Как мы вначале говорили, чтобы Слово Божье это лекарство для нашего Духа, Души и Тего. это лекарство, это антибиотик, это антивирус, да, от всякого страха, от всякого беспокойства, от всяких стрессов и так далее и тому подобное, от тех проклятий, от тех болезней. Поэтому нам нужно питаться Словом Божьим, нам нужно слушать Слово Божьим. Чем больше мы пребываем в этом Слове Божьем, чем больше мы слушаем это Слово Божье, тем лучше для нас, тем наша вера крепче, тем мы доверяем Богу больше. и если какие-то проблемы возникают, то мы не беспокоимся, потому что мы доверяем тому, кто отдал за нас свою жизнь. Если Бог Сына Свою не пощадил, не предал за всех нас, как не дарует нам от всех всего. Если Бог за нас, то кто против нас, если кто-то тебе выражает или кто-то себе что-то там может угрожать твоей жизни, пугает и так далее. Если Бог за тебя, то кто против тебя? Нужно довериться Богу в том, что Он тебя хранит, чтобы ничего плохого не случится, потому что ты доверяешь. Если ты боишься, страх притягивает бесов в твою жизнь, страх притягивает болезнь в твою жизнь. А нам этого не нужно. Нам нужно избавиться от этого страха. И нам этот страх не нужен. Нам нужна вера. Вера, действующая любовью, вера, действующая Иисусом Христом в нашей жизни. Он действует. Это Слово Божие будет действовать через нас. Это Слово будет жить через нас. Это Слово Божие будет говорить через нас. Слово Божие будет творить дела Божьи в нашей жизни, в жизни окружающих нас людей, в жизни тех людей, на кого мы влияем сегодня. сегодня. Если вы еще не знаете Иисуса Христа и вы не уверены в том, что вы спасены, то я вас приглашаю сейчас помолиться вместе со мной, повторить за мной от всего сердца эту молитву. Дорогой Небесный Отец, Я благодарю Тебя за Твоего Сына Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Иисус, что Ты умер за меня на кресте и воскрес на третий день. Прости все мои грехи, очисти мою жизнь от всякой скверной, исцели, освободи во имя Иисуса Христа и спаси мою душу от ада Преисподнего во имя Иисуса Христа. Я верю, что святая минута ты мой Господь и Спаситель и моё имя в книгу жизни Твоей и помоги мне сохранить свою веру до конца своей жизни. Преди меня Духом Святым. Я хочу жить по Слову Твоему. Я хочу жить по воле Твоей. По имя Иисуса Христа молюсь. Аминь. Слава Иисусу! Если вы помолились этой молитвой от Всего сердца или сказали, что подобное Богу, да, то может быть даже своими словами попросили его прощения и пригласили его в свою жизнь, я вас поздравляю. Добро пожаловать в старство Божье. Аминь. Слава Иисусу! Итак, давайте продолжим размышлять на Слове Божьем. Сегодня у нас на очереди в Соломстве 49.5. Аминь. 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 что просто лежит на кровати или на диване и радуется. Слово Божие говорит, что это наша судьба с вами. Да торжествует святым во славе, да радуется на ложах своих. Что может быть твоим ложем? Кровать, диван. Вот евреи, они вообще еле лёжа, знаете, иногда я лягу на диван, прям в супонос его вижу и говорю, «Господи, смотри, я прям как еврейка ел». Потому что евреи, они еле лёжа, понимаете, они возлежали, у них ложа была, они еле чуть ли не лёжа, понимаете. Вот как человеку удобно есть, так он и ест, понимаете. И такие же сами придумали, там стол, там стулья и так далее. Вот. И знаете, вот даже, когда я работала в саду, вот, там даже была такая практика, что дети лёжа на полу, на животе, они рисовали лёжа на полу, вот. То есть мы можем лёжа чем-то заниматься или сидя чем-то заниматься. Вот мы свободны с вами, понимаете. Никто не имеет права тебя осуждать за то, что ты лёжишь. Вот. Библия говорит о том, да, что, да, радуется на ложах своих. То есть это одна относительность святых людей, да. Если ты святой, если ты принял Иисуса Христа, там Господом и Спасительный. Вот. Вот ты, в тебе живёт Христос, в тебе живёт Иисус. Вот, в тебе живёт Сам Бог, Всемогущий, да, Который сотворил всю эту Вселенную. Вот. И Он говорит, да, торжествуй, святые, восслави. То есть торжествовать — это наша судьба, потому что мы радуемся тому, что мы спасены, что наши имена записаны в книге жизни, вот. Что мы не обречённые, там, да, какие-то, там, проклятые и несчастные, вот. А мы святые Иисусами. И Библия говорит о том, что святые будут судить мир. И если ты прощаешь, да, вот, то проститься. На ком ты оставляешь грехи, на том останутся. Кому простить, и тому простятся. То есть у тебя такая власть. Вот. Когда ты прощаешь кому-то, да, кто тебе, там, сделал пакость, кто тебе, там, сделал зло. Если ты прощаешь этого человека, то и этому человеку будет прощено. Если оставляешь на нём этот грех, то останется этот грех на том человеке. Понимаете? И он будет нести наказание только потому, что ты не простил его. Понимаете? Какая у тебя власть. Вот. И потому что ты святой, потому что в тебе Бог живёт, потому что в тебе Бог поселился. Поэтому лучше с тобой не связываться. Понимаете? Если человек умный, он не будет связываться со святым, да? Он не будет его что-то там плохо им делать. Вот. Если у него голова на месте есть, то он не будет делать выхода святому человеку. Вот. Но наоборот, да? И торжествуйте, святые, да? По славе. По славе Божьей. По славе Божьей мы торжествуем, да? Когда слава Божья сходит на нас, когда мы ощущаем это присутствие Божьего, да? Миг Божий, радость. Вот. Естественно, приходит в наше сердце радость, да? Это торжество, мы торжествуем, мы радуемся. Торжество — это вот великолепная радость. Это и есть торжество, да? Когда что-то такое грандиозное, великолепное происходит. И я когда уверовала, меня привели в церковь, где был большой хор. Большой хор. Там все в белых каунах. И меня тоже приглашали служить в этом хоре. Но на тот момент, в период я еще была не готова, чтобы служить в хоре. Вот. Но это было очень красиво. Это было очень торжественно. Вот. Это было великолепно. Там был большой грандиоз. Огромный. И пили они очень красивые. Я помню, там, пила соло. Одна сестра. У него такой красивый голос. Но просто волшебный. Вот. Я тогда помолилась, говорю, я тоже господь. Как она. Знаете, Бог исполнил. Бог исполнил эту мою молитву. Тогда мы даже не замечаем, о чем мы молимся и о чем мы просим. А Бог все помнит. Бог все помнит. И он исполняет наши просьбы, наши молитвы, которые ему угодно. Богу, конечно, угодно, чтобы, если у меня есть этот талант, и, конечно, ему угодно, чтобы я пела красиво. Потому что во славу Божьей. Потому что во славу и Богу. И это было великолепно. Мне очень нравилось ходить в нашу церковь. Это была евангельская, пятидесятническая, харизматическая церковь. Иисус Христов. Евангельская, пятидесятническая, харизматическая церковь. Грайстрик. И потрясающий просто хор, присутствие Божье. И все это выглядело великолепно. Потом я посетила, пошла в гости в другую церковь. Там просто, значит, солист поет, прыгает на сцене. И там нет никакого хора. Но там более современное такое, современное такое прославление. Молодежь прыгает и все такое. Но мне больше понравился именно тех хор. Когда хор, там тоже, я бы не сказала, что старые песни, какие-то древние, но тоже современные, тоже красивые. Но пел хор. Знаете, когда хор, когда это торжество, когда все торжественно, оно приводит к благоговению перед Богом. К благоговению перед Богом. И Бог хочет нас научить, чтобы мы с благоговением к Богу приходили. Аминь. Потом я сама служила уже в такой церкви. Была ветером прославления, где тоже нет хора, там просто пели, чекили человека. И мы славили Господа. Но это не был хор, это уже не было торжество. Вы знаете, это было просто как расслабление. И все-таки, когда хор, это вот прекрасно. Я служила в церкви, где был хор. Но хор был маленький, у меня было так торжественно. Хор маленький, ну там сколько, 20 человек. Вы представляете, хор когда 100 человек, или хор когда 20 человек. Конечно, торжество, да, более торжественно смотрится, когда хор огромный, большой. там 100 человек, да, и все поют, и слава словит, это один Бог, Господа. Это намного приводит к большему почтению, благоговению, или Богу, даже когда 4 человека там просто поют на церкви. Вот поэтому нам нужно, конечно, во всем этом присутствует Дух Святой. Вот, конечно, не важно, да, Бог может вести нас поклонение через одного человека, да, не обязательно там через Бога. Мы знаем, что ангелы поют с нами, даже если вот один человек стоит на сцене и поет, то есть еще ангелы, есть невидимое, невидимое воинство Божье, да, небесное, которое мы не видим, оно здесь рядом с нами, оно здесь с нами, сам Господь здесь присутствует, и мы можем войти в это поклонение тоже перед Богом, благоговению перед ним, потому что здесь есть невидимая сила, да, здесь есть невидимый ангел, здесь невидимое царство Божье, да, которое мы не видим с нами физически, мы его ощущаем. Аминь. Вот. И куда бы ты ни пришел, где есть, где прославляют Иисуса Христа, да, где прославляют Иисуса Христа. Если мы угождаем Богу в поклонении, да, то присутствие Бога приходит, и слава Божья наполняет это место, где мы находимся, мы ощущаем блаженство, мы ощущаем сильно Бога. Даже было такое у меня, что я чувствовала, что как будто бы мои ноги поднялись куда-то вот от пола, и я куда-то лечу, хотя на самом деле я стою на месте, но у меня было такое ощущение, что я лечу куда-то. Вот. Это было такое состояние блаженства, эйфории. Вот. И потом мы начали молиться на языках, и я тоже это все делала, как будто бы, знаете, такая была лёгкость, как будто ты чувствуешь себя пушинкой, как будто бы, просто ты в восторге от счастья, от того, что происходит вообще вот с тобой. И Бог хочет, чтобы мы находились в таком состоянии, постоянно, понимаете, постоянно, постоянно в этом состоянии находимся, потому что таким образом Бог прилагает спасаемое к церкви. Таким образом Бог будет прилагать спасаемое к церкви. Библия говорит о том, что верующие, да, они с радостью, беседею собирались по домам и бесединились, да, и каждый день Бог прилагал спасаемое к церкви. Они пребывали в учении апостолов, и прилавлении хлеба, и имели все общее. И вот Господь, Он таким образом прилагает спасаемое к церкви. когда мы именно даем Богу возможность стать действием через нас, Духу Святому действовать через нас, понимаете, не мы сами, не мы сами своими силами, а вот именно Дух Святой, чтобы действовать через нас, при Улыбке. Когда мы позволяем Духу Святому действовать через нас, тогда это наиболее эффективное служение Богу. Вот, Бог хочет жить через нас, действовать через нас. Вот. Знаете, Он делает 99%. Вот. Это должен быть, это делает Бог, а мы всего 1%. Вот так надо, чтобы мы почувствовали себя участниками происходящего. Вот. Того, что хочет делать Бог. Вот тогда вся слава Богу, тогда вся слава Иисусу. мы понимаем, что вся слава Иисусу, потому что Он все сделал. Он просто дал нам понять, что мы в этом участвуем. Вот. Мы участвуем в процессе, мы участвуем в Его плане, вот, в плане Божьем. Вот. Великий Он Бог, Великий Бог. Мы велики, а Бог великий. Вот. И Он просто позволяет нам, да, участвовать в том, что этот Великий Бог делает через нас, нашей жизнью, жизни всех людей, которые вокруг нас. Аминь. Аллилуйя. До славы Иисусу Христу. Солом 144.5 Поэтому радуйтесь на ложах своих и не чувствуйте, что вы, если там вас будут обвинять, в том, что вы вот спите, лежите и так далее. Вот лежите, ничего не делаете, вот это лежите, ничего не делается. Вот. Обычно, когда человек хочет сам лежать, да, и ничего не делать, его очень разгрожает, когда кто-то лежит, отдыхает и ничего не делает. Когда кто-то лежит, радуется. Когда кто-то радуется, обычно человеку завистливому, ему это не нравится, но он хочет, чтобы другой человек тоже так же мучился, как он. Например, если ты ходишь в пост, или ты устаешь рано по утрам молиться, и ты видишь, что кто-то спит в это время, когда ты молишься, либо в это время молиться, то тебе это очень не нравится, потому что ты так мучаешься, ты так встаешь по утрам рано молиться, а кто-то просто лежит и спит, понимаете, в это время, когда ты молишься. Нам хочется, чтобы он тоже вставал и тоже вместе с нами молился. Конечно, нам тоже этого хочется, чтобы он так же, как говорится, в своей плоти мучился. Знаете, у меня был такой случай в христианском лагере. там была жена пастора, которая спала там до 9 часов. Знаете, вот я вставала каждое утро, и, честно говоря, мне это не понравилось, очень не понравилось, потому что это, знаете, вот наше плоть, она такая завиская, понимаете, когда кому-то хорошо, когда кто-то наслаждается, да, вот так ты, а ты, вот, а тебе вот приходится пахать. Вот. И поэтому не надо смотреть на другого. Слово Божье говорит, да, радуется на ложах своих, святые, святые. То торжествует святые во славе, да, радуется на ложах своих. Я, конечно, не имею в виду, да, тех людей, которые бесчинствуют, да, которые вообще ничего не делают, а просто опустили свои руки и катятся вниз по наклону, то есть те, которые вообще ничего в жизни, не имеют никакой цели в жизни, а просто проплывают по течению и, в общем, ну, и, в общем, они, у них нет никакого плана для своей жизни, никакой стратегии вот для дальнейшей своей жизни, да, вот, что, чем они у меня заняться, вот, почему у меня жена пилит постоянно, потому что я лежу на диване и так далее. Вот. Но если человек, он, конечно, она будет пилить его, потому что если у вас не было обоюдного разговора, да, вот, какие у планы, что ты собираешься делать, вот и так далее, устраиваться на работу и так далее. Если есть это, ну, его разум, естественно, у твоего мужа есть разум, что он устраивается на работу, да, год вы не умираете, так что не надо впредить там его, то, что он лежит, отдыхает и так далее. Вот. Просто нужно подождать это время, да, молиться и так далее. Вот. И, конечно, человек, он уже не совсем, не совсем из ума выжил, да, чтобы лежать целыми днями и ничего не делать. Вот. Он понимает, он понимает, да, что в будущем все равно придется устроиться на работу, ну, вот, чтобы дальше как-то жить, да, или просто ждет ответа от Господа, например, да, чтобы там Бог дал работу и, может быть, перейти на полное служение Богу и так далее. Вот. Вот. Разные ситуации в жизни бывают и нам просто нужно набраться терпения. Нам не надо осуждать других. И вот я, допустим, работаю, а ты вот ничего не делаешь и так далее. вот. Апостол Павел говорил, да, вникая в себя в учение. Он Тимофею писал. Вникая в себя. Не надо вникать в других там. В себя надо вникать. Вот. Что во мне не так? Почему это происходит в моей жизни? Почему он так себя ведет? И если этот человек связан с твоей жизнью, да, почему он ведет себя по отношению ко мне именно так, а не иначе? Почему? Это же Бог. Все, что происходит в нашей жизни, это все по воле Божьей, понимаете? Для того, чтобы что-то мы поняли, вполне возможно. Сто сорок четвертых словом. Пятый стих. «А я буду размышлять о высокой славе, величии твоего, и один на телах твоих». То есть мы уповаем на Государь, да. Вот. Когда мы находимся в покое, когда мы находимся наедине с Богом, когда приходят мысли о Бога, да. Какие-то гениальные мысли только о Боге, когда ты находишься в тишине, когда ты находишься с Богом, когда ты в молитве. Вот. И ты размышляешь о высокой славе Божьей. Высокая слава Божья – это агнец Божий законный. Прославление за нас на кресте – это высокая слава Божья. Это Иисус прославлен был. Когда Он умер на кресте, то Отец Его прославил таким образом. Вот. Это прославление Бога. Мы не понимаем это своим разумом, вот, человеческим, да. Как это так? Почему эта ужасная смерть вдруг стала славой Божьей, высокой славой Божьей, великой святыней Божьей, да. Как вообще Бог мог отдать своего сына? Да. Наоборот, да. Мы хотим при себе все держать, да, вот, то, что мы будем никогда не отпускать, и чтобы это сохранилось у нас. Тут Отец отдал своего сына на расстрадание зверям, да, ну, нечестицам, вот, и потому что Бог был таким образом спасти нас. И мы размышляем об этой высокой славе, о дивных делах Божьих, да. То, что Иисус воскрес – это диво, это дивное дело Божье. Потому что все удивились, что Он воскрес от мертвых. Все удивились, да, когда Он творил чудеса, когда Он сам воскрешал от мертвых, когда Он исцелял больных, изгонял бесов, воскрешал мертвых, отрезал очи слепому, делал немых говорящими, да, хромых скачущими и пляжущими, и так далее. Парализованные они вставали и ходили, славили Бога, и так далее. Бесноватые, одержимые, они становились вдруг в здравом уме, славой Существу. И вот об этих делах дивных, да, Давид размышляет. Я буду размышлять о высокой славе, величестве Его, о дивных делах твоих. В то время были пророки, да, в то время были пророки, которые творили такие чудеса, да, которых сейчас вот таких чудес еще нет. нету, допустим, как вот, коров, допустим, Илья, или Елисей, вот, Илья, вот, который вознесся, да, на небо, вот, на униной колеснице. Такого мы сейчас, таких вот дивных дел, может, мы вот сейчас вот в данный момент не видим, но это и не нужно, потому что это происходит в духовном мире. В духовном мире происходит, поэтому таких вот явных, чтобы мы видели физическими глазами, такого сейчас Богу не надо делать, потому что это все происходит в духовном мире. В духовном мире происходит такое, что волосы дедом у нас должны вставать. вот, как это сам Бог поселился в семье. Тебе просто нужно в это верить. Раньше, да, в пророка Илью, который, Бог вознесся на небеса, на огненной колеснице, Бог в нему не вселялся. Он был просто на нем, вот. И сейчас Бог в нас вселился, Он прямо внутри нас живет. И это невидимо. Никто это не видит, мы просто об этом знаем, что Он внутри нас. Это в духовном мире происходит такие дивные дела. Вот. Мы просто верующие, христиане, да, просто перестали это ценить как-то, знаете, потому что мы уже привыкли, что Дух Святой внутри нас живет, и как-то мы уже к этому привыкли, как-то мы уже не очень так и ценим то, что вот Бог в нас поселился. Вот. Нам нужно это ценить, нам нужно радоваться то, что Бог внутри нас живет и действует через нас и делает дела, о которых мы даже не знаем. даже, может быть, ты сказал какую-то проповедь, а через тебя там спасло 100 человек, а ты об этом даже не знаешь. Потому что это происходит в духовном мире, это делает Господь, да, по Новому Завету, по Новому Завету. Это происходит в духовном мире, ты просто об этом не знаешь, ты просто этого не увидел, но Бог знает, ему не нужно сейчас афишировать, да, там, что-то, да, чтобы его славили. Он невидимый, да, невидимый. Обычно тот, кто невидимый, да, он может делать больше, чем тот, которого видим. Вот. Бог ставит какого-то царя, да, на престоле, которого видно. Он поставил царя над людям. Его видно, всем видно его. Вот. А Бога, который стоит за этим царямом, его невидимый. Но мы знаем, что если царя помазанит Божий, да, то он руководствуется тем, кто над ним, над тем, которые невидимы. Он руководствуется тем, кто невидимый. Над ним стоит. И Бог руководит им. Понимаете? Почему Бог и говорит? Молитесь за царя, за начальствующих, за тех, кто стоит у власти. Благословляйте их. У всех человеков молитесь, потому что Бог, он… Потому что нет власти ни от Бога. Нет власти ни от Бога. Это видимое проявление, понимаете, духовной власти. Видимое проявление духовной власти, когда кто-то стоит у власти. Вот. Аминь. Слава Иисусу! Нам нужно молиться, чтобы нам вести жизнь тихо и безмятежно, во всяком благочестии и чистоте за всех людей. За царей, за начальствующих, за президента и так далее. Чтобы они принимали такие решения, да, которые бы сделали так, чтобы нам жилось хорошо. Чтобы не было войны, чтобы не было мятежа никакого. Вот. И так далее. И у нас есть эта власть, понимаете. Просто молиться – это такое чудо, это дивное дело. Молиться – это дивное дело. Вот. Много может усиленно, а молитва правильная. Представляете, один человек помолился, и не было дождя три года. Вот. Потому что он один только помолился. Вот. А потом снова помолился, и дождь пошел. От него зависела, будет дождь или не будет дождь. Это разве не чудо? Знаете, сколько зависит от того, вот, насколько вы близко к Богу находитесь, и насколько вы имеете с Ним личные отношения, и от вашей молитвы сколько много всего значит. Аминь. Один-то молится за что-то, да, а другой человек из-за этого страдает. Из-за того, что тот что-то там помолился, ну вот, допустим, он хочет, чтобы этот человек непременно приехал к нему и поговорить с ним. Так вот, с этим человеком может случиться, за кого он помолился, и авария, и что только может не случиться, только чтобы исполнилась молитва какого-то человека простого, который знает Христа. понимаете, чтобы этот человек мог оказаться именно на том месте, где живет этот человек, который за него помолился, чтобы он оказался именно в его доме, для того, чтобы там поговорить с ним. понимаете, какое чудо? Бог решил ответить этому человеку. Давайте будем осторожны в том, вообще о чем мы молимся с вами. Вот. И будем больше молиться Духом Святым, да, на иных языках. Потому что наши молитвы, они, знаете, это роль бывает эгоистичная, и эгоистичная, короче говоря. Был один брат, вот, который помолился за меня, чтобы ни один мужчина не смотрел в мою сторону. Вот. Потому что он считал меня своей невестой. И мы готовились к своей. Так, после его молитвы я заболела, вот, так что меня долго никто не мог уйти после этого. Вот. И познакомилась со слепым братом. То есть он меня точно не мог никак увидеть. Понимаете? Вы следите за тем, как вы молитесь, за что вы молитесь вообще. И зачем вам это нужно вообще? Зачем вам нужна такая молитва? Да вот. Ну, потому что, если человек этого не хочет, да, то это может выглядеть, как колдовство или этого поклонства. Волшебство – это есть колдовство. Волшебство – это то, что не угодно Богу, да, это вообще грех очень тяжкий. Вот. И он подобен идолопоклонству, оно… Волшебство – это подобно идолопоклонству. Значит, человек просто сделал из меня идол. Понимаете? Когда он так помолился, он сделал из меня идол. То есть никто не должен на меня смотреть. Только я. И все. И даже я не могу посмотреть. Вот. Потому что, просто когда я заболела, мы не могли общаться вообще. С этим женихом, так называемым. Вот. Поэтому следите за тем, как вы молитесь и за что вы вообще молитесь. Какой мотив у вас этого для ваших мамек. Если человек не хочет этого, то этого не будет. Бог не будет насильно человека заставлять что-то делать, там, например, то, что ты хочешь. Вот. Выйти замуж за тебя или жениться на тебе, там, если он этого не хочет, этого не будет. Вот. Поэтому, если ты молишься, да, там, за кого-то, вот. Чтобы он сделал так, как ты хочешь, то тебе придется сначала помолиться, чтобы у этого человека появилось желание того, чтобы вы пришли к обоюдному решению. Поговорить сначала с этим человеком нужно, чтобы он… Нужно ли ему это или нет? Хочешь ли он это или нет? Аминь. Слава Иисусу! Давайте будем размышлять отдельные дела в Божьем. Будем размышлять, вот что Бог сделал, да. Вот. Если ты помолился, просто потому что ты помолился за этого человека, в его жизнь может прийти благословение, да. Если ты просто благословишь этого человека и скажешь, я благословляла его, этого человека, и придет в его жизнь благословение. Понимаешь? Если простишь, то ему проститься. Не простишь, не проститься. Дыхи на нем останутся. Вот. Поэтому нужно прощать. И у меня… Помню, была очень обижена, очень сильно обижена одного человека, который разбил мое сердце. Я была очень огорчена, наговорила ему там целую кучу таких неприятных вещей, что в глазах Бога это проклятие. В глазах Бога это проклятие. Когда ты говоришь какие-то негативные вещи на человека, это проклятие. Когда мы говорим добрые слова на человека, это благословение. Когда мы говорим плохие слова на человека, это проклятие. Просто если вы этого не знаете, то знайте, если вы говорите «ты плохой, ты злой, ты нехороший, ты грешный, ты нечестивый, ты еще такой-сякой и так далее», это проклинаешься человека таким образом. Или когда ты на ребенка говоришь «горе, ты моя луковая», это ты проклинаешься у ребенка таким образом, и нам нужно избавиться от этого. И вот когда я была огорчена, наговорила там нехороших вещей, на тот момент мне казалось, что я делаю правильно, что я все делала правильно, вот так и мы и мы. Но прошло 7-8 лет, и я попросила прощения за то, чтобы вот эти слова, которые я наговорила, они не вспомнили с его жизнью, в жизни этого человека. Я разрушаю, чтобы ничто из того, что я сказала, наговорила на этого человека, ничего не вспомнилось. даже если он был неправ, даже если он был вообще какой-нибудь еретик, который несет ересь и вообще вот разрушает всю твою веру в Иисуса, разочарование, приносит тебе разочарование в жизни, да, какую бы боль не принос. Вот, но все равно я сказала, ну передала вот его маме, что я, ну это было по интернету, мы перенесли с ним по интернету, и так получилось, что он писал мне со страницы своей мамы. Со страницы своей мамы, и вот мама, она получилась, получается так, что она стала свидетелем этого, нашей ссоростью. Вот. Тоже он обещал ко мне приехать, восемь лет назад это было. Вот. И так как мы не сошлись с ним в духовном вопросе, то никакой речи о нашей совместной жизни быть не могло. Но его мама сказала, что если Бог это хочет, то он обвинет вас, вашу, нашу семью. Вот. Но он живет вообще далеко, в Белоруссии. Вот. В общем, я через его маму передала, что я не хочу, чтобы все из того, что я наговорила в его жизни, это исполнилось, что я разрушаю все эти проклятия, которые я наговорила в его жизни, ничего из того, что я наговорила, не исполнится. Вот. Вот. Ну так. И передайте голове мучки. Вот. Я прошу прощения за все, что я наговорила о негативном и плохом жизни. Вот. И все. Вот таким образом было исповедание. Вот. И я передала. И я передала. Ну, не знаю. Этот человек, он путешествует по всему белому свету. И когда он вернется к себе домой, не интересно, когда его мама передаст на слово. Он, в общем, это, я ему сказала. Я вам свидетельствовала об этом человеке, который хотел свою предъемную жену, то есть только чтобы не было его женой, плюс еще две жены, которые помоложе криво сведения. И с этим человеком у нас зашел. Конкретно. Вот. На духовной почве. И он верующий в Иисусом Христа. Так он говорил, что он все делает с Иисусом Христом. И так далее. Вот. Который бывший отлученный баптист из баптистской церкви. А его мама православная. Она служит православной церкви. Вот. И он хочет, чтобы его мама тоже все бросила, весь дом и последовала за ним. Вот. Где он там путешествует автостопом по всему миру. Вот. И нам порой, да, нужно следить за своим языком, что мы говорим, на кого мы говорим, какие слова мы говорим, в жизни людей, да, которые вокруг нас. Вот. Потому что словом можно, знаете, оживить человека, и словом можно убить. И в наших устах, мы даже не представляем, какая сила есть в наших устах с вами. Вот. Что мы скажем, то может исполниться. Сам Иисус сказал, имейте веру в Божию. Ибо кто скажет, гори, сей, иди отсюда и туда, и поверь в сердце с того, что сбудется по словам его, будет ему, что он не скажет. То есть будет то, что ты не скажешь, понимаете. И то, что ты скажешь, то может быть, будет. Вот. Поэтому, так как Бог живёт в тебе, само Слово Божие, оно в тебе поселилось. То, что ты говоришь, оно может исполниться. Поэтому будьте осторожны в том, что вы говорите. Говорите слова благословения. Аминь. Слава Иисусу, да. Слава Иисусу. Слава Иисусу Христу. Вы знаете, когда человек принимает Судо Христа Господом и Спасителем, это считается, что вы воскрешаете из мертвых. В духовном мире произошло воскресение из мертвых. Понимаете? Поэтому сейчас очень мало таких проявлений, когда физических, когда верующие воскрешают из мертвых. Или кого-нибудь воскрешают из мертвых. Но это есть. Но Богу важнее, чтобы человек принял Христа. Когда человек принимает Христа, это считается, что он был раньше мертвым, а теперь он живой. Бог его воскресил из мертвых. Он становится живым человеком. Потому что Библия говорит, да, что мы были мертвы по грехам и преступлениям. И Бог нас пожилотворил за Христом. Благодать ему спасена. И посадил на небесах во Христе Иисусе. Понимаете? Это дивные дела Божии, которых мы не видим, но это есть уже. Это реально. Это реально есть то, что Бог посадил нас на небесах во Христе Иисусе. Это высокая слава Божия. Там, где мы сейчас сидим, где есть это чудо Божие, это дивное дело Божие, которое мы не видим физическими глазами, но мы знаем, что это есть. Мы верим, что это действительно совершилось, что Он нас воскресил из мертвых, что Он нас посадил на небесах во Христе Иисусе. Мы в это верим. И мы это провозглашаем, и через это провозглашение того, что мы провозглашаем, действует вера наша. Вера наша. Вера наша, она побеждает этот мир. Чего бы там мир ни твердил, ни говорил, что ты там неудачник и так далее. Библия говорит, что ты богатый. Понимаете? Что ты наследник Божий. Все, что принадлежит Богу, этому великому Творцу Вселенной, это все твое, потому что ты его дитя. Понимаете? И Бог записал твое имя в книгу жизни. Это верное дело Божье. Это высокая слава Божья. Аминь. Мы будем подобны Ему, когда Он откроется. Когда мы увидим Его, какой Он есть. Когда мы будем подобны Ему развитием чудо. Просто сейчас мы живем в веру. И то, что мы говорим. Да? Давайте будем исповедовать это. И будем это делать вместе исповедовать. И тогда в нашу жизнь приедет вера. Вера, понимаете? Которая побеждает этот мир. Чтоб мы не ныли и не плакали вместе с этими. Которые не знали Бога и не жили. И чтобы у нас не было таких проблем. Чтоб мы не думали, что у нас есть какие-то проблемы. Потому что Бог говорит, что возложите все заботы на меня. Возложите все заботы на меня. Ибо я пекусь о вас. Нам не надо, понимаете? Как раньше. Беспокоиться. Нам нужно просто довериться Богу. Не жить как этот мир. Всю едную жизнь. А вечной. Аминь. Позволить Богу творить чудеса в нашей жизни. Чтобы не было все у нас в контроле. Под моим контролем. Понимаете? Пусть будет все под контролем Божьим. Доверьтесь Богу. И Он же никогда не опаздывает. Аминь. Аллилуйя. Слава Иисусу. Давайте с вами споем. Простите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Давайте продолжим размышлять Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Это я искала Царство Божие, потому что в Царстве Божием такой закон, все они и жадны, в Царстве Божием такой закон есть. Если ты отдаёшь Богу десятину, это в Царстве Божием, то Бог откроет для тебя отверстие небесное и даёт на тебя благословение до избыта. А если не отдаёшь, то это не будет действовать в своей жизни. А если отдаёшь, то будет действовать в своей жизни. И это в Царстве Божием. Если ты живёшь в России, то здесь есть законы Российской Федерации, Конституция Российской Федерации. Если ты соблюдаешь закон, то всё нормально будет. Если нарушаешь, то тебя поставят в тюрьму. И люди, да, порой, они не исполняют законы Царства Божия, а потом плачут, что у них там воруют, что у них там своровали и само к тому же Богу и обращались. И проклинают Богу за то, что он допустил такое. Потому что нужно знать законы Царства Божия. Если ты поселился в Царстве Божьем, то нужно быть неслушным гражданином Царства Божьего и слушаться того, чего говорит Господь. Если ты хочешь жить жизнью Царства Божьего, где Иисус говорит об одежде, что заботитесь. Знаете, если вы не живёте под законом Царства Божьего, то вы будете заботиться об одежде. А если вы исполняете законы Царства Божьего, то вы не будете беспокоиться о том, что вам есть и что одеться. Потому что это всё прилагается. Всегда прилагалось мне. Вот. У нас там в одной церкви, где я ходила, там состоянные сёстры приносили там вещи очень хорошие, новые. Я сама отдавала свои вещи. Было много вещей, которые я носила годами. Они не изнашивались, они были как новые. Просто они мне уже надоели. И я… Они просто были новые, понимаете, хорошие вещи. Вот. И я тоже как бы жертвовала, приносила годы. Кому-то надо, чтобы они могли носить. И я видела там тоже хорошие вещи приносили. И я тоже себе брала вещи тоже, которые мне нужны. И обувь там, и всё такое. Вот. Целую кучу баулов сюда привезли. В ту церковь, где я три года ходила, там тоже. Было много вещей, которые я выбрала. И знаете, было даже такое платье. Всё открыто. Окрыто. Вот. Но мне вообще такие фасоны идут. Я знаю, что некоторые церкви там осуждают, да. Что там надо… Открыто. Открыто нельзя носить. Там нужно, чтобы всё было закрыто и всё. Чтобы не было твоего тела видно, чтобы типа братьев не соблазнили. Типа братья, они соблазняются в миру. Всё равно там соблазняются. Если… Если не от сестёр, то от других соблазняются. Потому что в мире полно. Просто нам нужно научиться там смотреть не на видимое, а на невидимое. Вот. И это платье даже Бог использовал для того, чтобы мы сняли клип на мою песню. Это церковь мне. Господь дал это платье. В самой церкви. И… Там много было всяких разных вещей. Вот. И Бог благословляет. Братьев, сестёр. Помогает. Не надо было заботиться о том, что ей что-то и за что одеться. Мы никогда не голодали. Не было такого. Обяжилась дочка и голодала. Вот. Сухари даже всё равно были. Хоть сухари, но были. Была скудость. Я не спорю, что была. Была скудость и так далее. Но никогда не голодала. Чтобы я сидела там голодной. Такого не было никогда. Хоть сухари себе. Где ты, ну там… Хлебов бы прияли себе. На масло нажарила. Вот. И ела бы. Вот. Поэтому… Бог всегда заботится. на нас. На своём деле. Вот. Нам просто нужно быть правильно наставленными в Слове Божьем. Когда мы правильно наставлены в Слове Божьем, то всё будет хорошо. А вот если мы неправильно наставлены в Слове Божьем, то тогда у нас будет проблема. Да? Если ты поверил какой-то лжедявой или вересей. Лоб. Давайте не будем, да? Здесь Бог акцентирует наше внимание на том, что вы не заработали лучше их. Почему вы заботитесь? Почему вы так не доверяете Небесному Отцу? Неужели вы не верите, что Он добрый, что Он щедрый? То есть здесь характер Бога о том, что Он освет в детях, Он печётся. Что Он их одевает, кормит. Что Он даже о траве эту заботится, что она так красиво одевает её. А то он мог бы сказать, а что там траву одевать? Всё равно завтра она засохнет. Что я буду её одевать? Ну, можно было так, да? Рассуждать. Но нет. Бог одевает. Даже если тебе осталось жить один день всего на этой земле, он всё равно тебя оденит. Оденит лучше. Вот. Что даже Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. И это происходит в духовном мире. Да. В единическом мире, да? Да. Может быть, мы не одеваемся так, как Соломон во всей славе своей одевался, там, что ел из золотых тревелок, ел из золотых кружек и стакан. Вот. Но в духовном мире оно так и есть. В духовном мире мы одеты лучше, чем Соломон во всей славе своей. И этот духовный мир, мы верим в то, что он есть. Он существует, этот духовный мир. Как вы думаете, в какой одежде мы посажены на любитах во Христе Иисусе? Само сейчас. Уже не потом когда-нибудь будем посажены. Не потом когда-нибудь будем, да? Воскрешены из мертвых по грехам и преступлениям. Но уже сейчас. Когда мы имеем вечную жизнь. Уже сейчас. Я не говорю о том воскресенье, когда будет последний труд. Не об этом воскресении. Вот. А о том, что уже когда мы приняли Христа, да? Когда мы в Него веровали, что Бог посадил нас в Христе Иисусе на небесах. И мы одеваемся лучше, чем Салома на всей славе своей. Потому что это земная слава была. А та слава, которую мы имеем во Христе, она слава небесная. Вот. Это слава небесная. И даже живя на земле, это как Иисус соединил, да? С Собою во Христе и небесное и земное написано. Небесное Он соединил и земное. То есть не только то, что мы сидим на небесах во Христе Иисусе. Но то, что я сижу здесь, я тоже сижу во Христе Иисусе. И Бог видит меня, да? Бог видит меня. Ну вот. И все равно в целом, в целом, в целом, в целом, если смотреть на трех уровнях Духа, Души и Тела, я одета лучше, чем Соломон на всей славе своей. Аминь. Давайте будем так мыслить. Аллилуйя и Слава Иисусу. Песнь песней 2.1.2. Я нарцисс Соронский, Вилия Долин. Что деля между тёрнами, то возлюбленная мая между девицами. Аминь. Это песня о песне Соломона. Вот. Книга любви. Отношения между церковью и Христом. Отношения между супругами, между мужем и женой. Отношения между жизнью и женой. Это то, что мы должны критиковать в своей жизни. Отождествовать это Слово Божие в своей жизни, чтобы оно исполнялось в нашей жизни. Потому что нам это нужно. Потому что мы сотворены Богом, созданы Богом. Мы приедены. Вот. Нам это нужно. Это необходимо. Для того, чтобы нам жить полноценной жизнью, полной жизнью. И с полноводной рекой во имя Иисуса Христа. Чтобы в сфере наших взаимоотношений. Вот. Со Христом. И с противоположным полом. На всю было на высшем уровне. Потому что это высокая Слава Божия. И Библия говорит, я нарцисс. Обычно нарциссы в психологии называют людей, которые любуются самим собой. Они самовлюбленные нарциссы. Так называют необычной красивой внешностью. Они с собой не боятся. И... А Библия говорит о том, что я нарцисс Торонский. Вот. Лилия Адалина. И он превозносит свою возлюбленную. Говорит, что Лилия между тернами. Ты возлюбленная моя. Между девицами. Аминь. И... Нет ничего плохого в том, да. Что ты любуешься человеком, которым ты восхищаешься, да. Ну вот. Ищешь в нем черты Бога, например. Да. И ты восхищаешься красотой своей невесты. Или красотой своей жены. Или красотой Христа. Вот. Мы так созданы. Чтоб поклоняться. Чтоб поклоняться, да. Когда мы видим красивого человека. Наша душа, она удовлетворяется, когда мы видим что-то красивое. Когда мы видим что-то безобразное, да. Наша душа, она чувствует дискомфорт какой-то. Вот я говорю о себе. Я не говорю о других людях. О себе я могу сказать, что я чувствую себя хорошо, когда я вижу красивого человека. Я могу и любоваться творением Божьим красотой этого человека. В этом нет ничего плохого в том, что ты любуешься, да. В песне в песне об этом написано. Мы восхищаемся Богом. Мы восхищаемся Христом. Мы знаем, что Он прекрасен. Да. Мы в духе понимаем, что Он прекрасен. Нет прекрасный Бог. Вот. И нам хочется рядом с собой тоже человека, да. Который бы удовлетворял наши эстетические потребности. Вот. И почему мужья хотят там, да. Чтобы у них жена стройная была, красивая. Не хотят они какую-то там безобразную. Они смотрят на внешность. Чтобы выбрать для себя жену, не место. Вот. И мы сегодня на уровне Духа, Души и Тела размышляем о том, да. На уровне Духа того, что мы как Церковь восхищаемся Иисусом Христом. Это Иисус говорит нам, да. Что ты Лидия. Что Лидия между тёрными, то возлюбленная моя между девицами. То есть весь этот мир – это девица, да. А его возлюбленная невеста Иисуса Христом. Она как Лидия между чёрными. Это чёрные. Вот всё, что все девицы, да, это чёрные. Чёрные. Например, да. Когда говорят, посмотрите на полевые лидии, пока они растут, не трубятся и не придут. То есть его невеста, она не трубится и не придёт. Понимаете? А Бог её одевает лучше, чем самому, в России славе своей. Вот. И если Бог дал тебе эту жизнь, да, прожить на этой земле, ты знаешь, он позаботится о том, чтобы у тебя всё было необходимо. Или даже больше необходимо. Он не только музыка это восполняет, но и желание в сердце твоё. И, вы знаете, ладно, мысль куда-то пропала. Ну ладно. В общем, Бог так сравнивает нас, да. И вот мужья, они так же, жён так же должны, так же должны со своими жёнами обращаться. Мы знаем, что все в духовном мире были непрекрасны. В духовном мире были непрекрасны. Может быть здесь на земле, да, вот, где-то смотрят, что этот человек симпатичный, этот не очень красивый, этот не очень. Вот. Но в духовном мире мы все красивы. Вот. И я нарцисс Саронский. Я могу сказать про себя. Я нарцисс Саронский. Вот. Леди Адалия. Я нарцисс Саронский. Вот. Православля... Провозглашай. Я нарцисс Саронский. Я нарцисс Саронский. Они не нужны. Вот. Провозглашай. Это какая у тебя невеста. Что еле между тёрными, то возлюдая она между и planets. Между виницами, вот. Прlleи Чаро. Я учался, да, по себе, за жену, по слову Божьему. Вот. Или за мужик по слову Божьему. Вот. У меня там в социальной сети написано, что «возыбленный лучше всех». Поэтому, наверное, еще до сих пор не замужем, потому что «мой возыбленный лучше всех». Это нужно, чтобы это тот человек был, который почувствует себя достойным, что он лучше всех, что он на самом деле лучше всех. У него должна быть такая самооценка Божья. Аминь. Так, дальше идем. Третий царь 7, 19, 26. Как притворь и венцы наверху столбов. Сделаны наподобие гидии и четыре локтя. И над столбами поставил венцы, сделаны наподобие гидии, так окончена работа над столбами. Так. И 26 стих. «Толщиной оно было в ладонь, и края его сделаны подобно краям чаши, походили на распустившуюся гидию. Оно вмещало две тысячи батов». Аминь. Ну, это описывается во 2-3 царства, храм Божий, дом Господа Бога, который построил Соломон. И там описывается, что в притворе находились столбы, да. А на столбах там были как бы венцы. Вот. Наподобие гидии четыре локтя. Один локоть составляет 45 см. Вот. Посчитайте, да. Вот такого размера в виде гидии, значит, был венец над столбом. И 22 стихе. И над столбами поставил венцы, сделан наподобие гидии, такая окончена работа над столбами. Так. В притворе венцы наверху столбов сделаны наподобие гидии четыре локтя. Вот. То есть там были столбы, вот, в притворе Соломонова, да. А на нём в виде гидии были венцы. Так. И также ванна, да, в самом храме, вот, там было море, да. Ну, тоже было наподобие гидии. Вот. Мы можем духовно размышлять, конечно, над этим долго. Почему в виде гидии? Потому что у Бога нет ничего случайного. У него там всё продумано. Вот. И почему именно священники окунались в это море, которое было подобно гидии? Оно было похоже на гидии. И эта ванна, она стояла на двенадцати валах. Вот. У Бога нет ничего случайного, понимаете. У него всё там продумано. Вот. И... Лилия — это невеста Иисуса Христа. Видите, Лилия, она не у них был. Она всегда наверху. Бог её превозносит. Бог её превозносит. Она сделана как венец. Знаете, что венец символизирует, да, жену. Что добротительная жена, она как венец для мужа своего, да, написано. Добротительная жена как венец для мужа своего. Аминь. Вот. И вот этот вот столб, это тоже как бы символ, да, столб. Столб — это что символизирует? Столб обычно символизирует крест. Вот. И на нём Лилия. Вот. Она на нём, на этом столбе, в виде лица. Вот. И... И церковь, да, она подобна Лилии. Почему? Потому что... Ванна — это была подобна Лилии. Почему? Потому что в церкви обычно, когда люди приходят, там они омываются, да, там они омывают. Все грязное, все нечистое. Все грязное, все нечистое в мир должно уйти, прежде чем предстать перед Богом. Вот. Священники, прежде чем предстать перед Богом, они должны были омыться, омыть свои одежды. Вот. Омыться. И мы, когда приходим к присутствию Бога, да, мы через церковь это всё делается. То есть ты не придёшь к Богу, минуя церковь, потому что ты сам становишься церковью, как только ты приходишь к Господу. Ты становишься церковью, а потом только ты идёшь к Отцу. Ну вот. К Небесному. Своему. Потому что церковь состоит из детей Божьих. Аминь. Осинь. Четырнадцать шесть. Я буду рассою для Израиля. Он расцветёт, как лилия, и пустит корни свои, как ливан. Аминь. Это Господь говорит, да, об израильском народе, что он, израильский народ, он расцветёт, как лилия. То есть лилия для Бога символизирует прекрасный цветок. Вот. И он символизирует жену, невесту. Пустит корни свои, как ливан. То есть у коренится. Израиль коренится. Да. В 1948 году образовался израильское государство. Вот. То есть евреи были рассеяли по всем народам. Да. У них не было своего государства. И вот он, израиль, он укоренился. Он сейчас, он росло, как лилия. Вот. Здесь имеется в виду и по плоти, и в Господе. И по плоти, и в Господе. То есть во Христе, да. Потому что Бог израиль и язычников, он в одном самом человеке, из одного изделал одного человека. То есть и израиль, и церковь. Мы одно. Потому что мы во Христе. Вот. Он сделал одного человека. Он сделал одну невесту себе. Одна у него. Единственная. Вот. Они. Песни, песни, пять, тринадцать. Песни, 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 песни. Песни, 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 пес Потому что церковь – это уста Божьего, поэтому мы будем любоваться. Давайте с вами стою. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok